это в общем вчерашний день не принес никаких результатов так ничего и не прилетело я просидел часа три на линии ничего не пришло и потом я поехал к другу в гости мы поехали вчера у меня просто села вы вернее закончилась карточка памяти мы вчера с ним ездили в китай город и я там присмотрел себе вещи там очень много вещей по доступным ценам ребят кто хочет пожалуйста кроссовки спортивные костюмы штаны куртки женские там вещи все можно там купить по недорогим ценам сумки кошельки в общем а потом может быть как-нибудь съездим с мамой посмотрим может что-нибудь и приобретем но сейчас пока не до этого но вообще по идее на этом куртку себе присмотрел в общем надо бы вот а сейчас вот я грею машину мы с вами отправляемся в налоговую я предоставлю наговор купли-продажи хотя я понимаю что толку от этого ноль они будут твердить свое что 21 год она числилась на вас и нас это не волнует но тогда у меня вопрос а для чего нужен договор купли-продажи для чеку если ответственности нету никакой по факту по идее человек который эту машину купил то он обязывает его обязывает закон течение 10 суток поставить автомобиль на учет моем случае закон мне ничего не обязывает я продал машину вот у меня есть договор купли-продажи бумажечка все я не собственник этого автомобиля и даже в случае если на автомобиле что-то там случается или там приходит какие-то штрафы или еще что-то ты приходишь в гаи показываешь договор купли-продажи и тебе говорят да окей ты машину продал и уже они тогда подают в розыск автомобиль на и подают в розыск на того кто эту машину приобрел и соответственно уже ищут его вот как-то так все заключается в том что машина моя не имеет вин номера ну жигули вот эти они не имели вин номера там только номер кузова а по номеру кузова очень сложно пробить соответственно автомобиль вот это во-первых а во-вторых до двадцатого года данная машина налогом не облагалась она старая и такие машины налогом не облагались и соответственно я был не в курсе даже почему я вот видите как хреново обороты о сейчас заглохнет о сейчас заглохнет вот видите что хочет то и дело он основной нет вот она то плохо работает то нет но я посмотрел датчик кислорода который идет от глушителя он пригнила что-то его даже не открутить в общем ладно не будем себе голову этим ломать вот и получается что ты до 20 года эти машины налогом не облагались я был не в курсе даже а когда я в двадцать первом году получаю за двадцатый год налог я я просто стою в шоке выясняется что машина до сих пор висит на мне я иду к я в налогу они мигать машина висит на вас я иду каи не видать да действительно вот так я снимаю с учета но поскольку я снимаю с учета в конце двадцать первого года мне приходит но причем налог еще очень большой кстати 1200 рублей я считаю что это дорого на 60 лошадинок ты сил короче вот как-то так ладно отставим лирику едем налоговой и узнаем что там возле налоговой где припарковаться потому что там оказывается сегодня в сегодняшний день там стоять нельзя там ходит этот из городской службы и фотографирует ну эвакуирует короче машину вот сейчас зайдем налоговой но я говорю о том что я не питаю иллюзий что мне там сейчас скажут ой да конечно давайте мы сейчас я пошлю просто открытые все что я не знаю как просто бюрократия работает ну хотя бы просто узнаем блин тут оказывается у них что-то тут у них ремонт или что вход оказывается с той стороны а я и думаю обычно вход отсюда что там неизвестно оказывается с той стороны ладно там еще и ближе я можно было даже сюда и не идти но для чувства самоуспокоения я решил все-таки сходить в общем сидит эта молоденькая девочка которая нихрена ничего не понимает в общем она мне указывает на одно что у вас есть справка из гаи а справка в гаи вам выдана 21 октября октября по моему нам ну короче в двадцать первом году она выдана там какого-то октября и вот с этого момента уже налог не начисляется я и объясняю что вот у меня есть договор купли-продажи где сказано что девятнадцатом году я машину продал и что машина у меня больше нет она это а нас это не волнует я думаю я же консультировался с юристом юрист мне сказал что приходите в налоговую показываете договор купли-продажи они снимают ксерокопию и у себя там вносит изменения для нас это не является документом ягра зачем тогда когда мы продаем машину мы заставляем договор купли-продажи для чего просто так фелькина грамота получать вы должны были в течение 10 суток пойти и значит ее снять тогда с учета если он не на учет не поставил я думаю нет такой обязанности обязанности есть у покупателя когда ты покупаешь машину ты обязан в течение 10 суток поставить ее на учет если ты этого не сделал то штраф от полутора до двух тысяч а у меня такой обязанности нет тем более с какого там с 19 или с какого года я что буду бегать он уехал там неизвестно куда вот в общем она сказала можете пойти в гибдд и попросить чтобы вам выдали справку каким там числом дата продажи но вам справку такую не дадут вот поэтому что мы делаем дальше значит пишу ватсап этому товарищу надо мне сделать скрин напишу этому товарищу который у меня машину купил и скажу дружочек или ты оплачиваешь или я подаю на тебя в суд ты катался целый год и заизволь заплатить если он откажется значит будем подавать тогда на него в суд и значит соответственно ну понятно что эти 1200 рублей я в суде больше потрачу денег но я платить ничего не буду я вот заплачу налоги которые именно мои пришли за там недвижимое имущество и так далее а вот за это я платить не буду я заплатил за тот год которым я владел этой машины а уже за 21 год я плачу ничего нибудь вот так что как то так все ну понятно что налогу выходить бесполезно она сказала что все те юристы которым я обращался они все неграмотные 1 1 умная на и только налоговые все крутые но это и понятно меня папа тоже ходил я не помню лет 5 на этот разбирался вот так что как то так все вот смотрите коэффициенты все алая алая а толку 0 потому что заказов что правильно нет я вот здесь сейчас постою конечно ну я встал на линию но я чуть сомневаюсь что что-то придет хотя я смотрю блин надо выйти из ватсапа или отключить уведомления по поводу той подработки потому что мне теперь эта информация нафиг не нужно куда там чего там надо короче я смотрю вот грузовых о этих каблучков много и они все катаются я смотрю по клиентскому приложение катаются все пустые то есть нет заказов я один единственный раз видел как парень что-то выгружал но самое интересное что они все равно до сих пор продолжают ездить ну может быть они катаются целыми сутками в поисках там может 12 заказа за не сделать но кататься ребят тоже не рекомендую потому что вы тратите бензин лайфхак старайтесь встать в такой точке где может прийти оттуда и оттуда ну дальность что было не более там пяти километров и допустим вот вы встали в точку и знаете что у вас там с одной стороны леруа мерлен с другой макси дом там еще чего-то встаньте где-нибудь посередине и в случае если заказ прилетит а назначенной машины нету и заказ назнать тогда заказ назначится вам если рядом нет машин с рейтингом более выше чем у вас вот соответственно заказ придет тогда вам вот старайтесь вот стоять таком месте где можно что-то прилететь ну вот как-то так ну я думаю что вряд ли вот видите все фиолетовая толку от этого никакого мне кажется это для таксишных машин для экономного для комфорта может быть так не знаю может я ошибаюсь хлопчики только я выехал от места дислокации и получил заказ новоселов по моему даже с грузчиком посмотрим что-то уже был погрузили мне палет он сказал что палет весит 300 килограмм но что-то я сомневаюсь у меня машина очень сильно просела поэтому едем ребят потихонечку 762 рубля 3 испортили все настроение в общем поехал я в гараж все по той же теме глушитель он у меня приварен он бултыхается и надо сделать так чтобы это не громыхало я натянул проволочку но проволочка очень тоненькая надо что-нибудь придумывать такое пожестче чтобы как-то затянуть не знаю как пока ну не суть и решил я короче на обратном пути заехать на мойку просто машину сполоснуть от пыли и самому помыться потому что руки грязные ботинки грязные как бы вот так выходит охранник опять тот же про которого я вам рассказываю говорит ну я же тебе сказал что здесь мыться нельзя у тебя машина не вписано я говорю товарищ я каждый год членских взносов плачу по 15 тысяч рублей я тебе ясным русским языком объяснил я гриву да что я еще не вступил в наследство в старом пропуске места для вписки машины нету там числится жигули там числится skoda это хорошо будем считать что вместо skoda я какая разница эстакады я воспользоваться в собственном гараже не могу мойка я воспользоваться не могу ягод и денег хочешь да это стоит денег я говорю покажите мне прайс-лист прайс-лист не а у меня ты будешь сейчас здесь выступать я твою машину через забор перекинул я говорю давай попробуй я бы еще такой бурзый я кто чё здесь самый основной что я пойду к председателю знаю вот идея узнавая послушать дружочек я говорю ты чё вообще такой наглый опять 21 волга ребята что же такое то вон смотрите сейчас покажу я точно понимаю что надо брать 21 волгу меня такого количества я сегодня за сегодняшний день увидел две волги вон там зеленую вас и вам и не видно такая зачуханная зеленая волга ягар дружочек я город и чё борзый ты такой что это за разговоры такие я чувствую машину перекину надо было это все конечно на диктофон записать меня грязный с этим самым со шлангом в руке я же не ожидал что он так выскажется и самое интересное что у нас был случай давным-давно у человека в гараже украли моторную лодку как раз в смену этого человека и когда пришли сотрудники полиции он сказал а вы сначала докажите что у него в гараже стояла моторная лодка может быть он наврал а мужик стоит или слушай ты чё вообще наглый такой я тебе сказал я с табурским языком ты же видел прекрасно как я эту лодку сюда привез я ее загнал гараж ну и там короче ничего не смогли доказать потому что не пойман него но было это в его смену это я вот совершенно точно помню еще папа говорит что-то странно как-то потом он как-то раз моему папе предъявил претензию что тот в своем гараже пиво пьет но у меня папа он тогда шел в гараж он покупал бутылочку пива и будет я когда жарко там пить хочу но он любил пиво и вот а что это вы в гараже пиво пьете а он говорит маэстро это мой гараж я его сам здесь ставил когда ты еще пешком под стол ходил я не бою я я не буяню ничего я своем собственном гараже могу делать что хочу да раньше вообще в гаражах в советские время в советские времена всегда приходили мужики доминошку пивка кто-то даже рюмочку опрокидывал это понятно что там какие-то разборки не устраивали пьянки правильно но культурно сидели а потом какой твой собачий дел вообще шо у меня папа делает гараже потом он начал выступать когда ко мне приезжали люди что-то покупать игру сейчас ко мне приедет человек о у человека сзади на этом самом изображении луида финеса блин классный кстати мой любимый актер я так с темы на тему перехожу надо было мне такую наклеечку купить то вопрос куда ее приклеить мне очень нравится люди финес вот суть то в чем я не пущу сюда никого только за деньги я бы я не против денег но покажи мне прайс-лист что въезд по 50 рублей и так далее я говорю почему-то другие охранники денег с меня не берут опускают нормально потому что если их карман кладешь потом он пришел сказал это на корм собакам я приду жучу тут собак уже не осталось они подохли все они были до такой степени все старые дряхлые грязные что они уже все подохли и я помню что у меня у друга папа там работал царство ему небесное и он как раз с этим охранником как-то в смене работал потом он пошел к председателю искал я с ним работать не хочу потому что это гнида последний это он тот так его назвал ну и в общем короче говоря вот так мы поцапались и я долго терпел я долго молчал на его вот эти все высказывали сегодня меня просто разнесло я буду я здесь твою мать плачу каждый год членские взносы за что за то что у меня гараж на месте это не ко мне вопросы как не ко мне как это не к тебе вопрос ты же мне ограничиваешь во всем эстакада заплатить деньги это значит нельзя пошел представляете падала такая и перекрыл это самую воду он мне еще тут он еще тут я его еще помню я в том по моему году приехал членские взносы платить и получилось так что я приехал ровно к четырем часам даже чуть раньше после меня приехал еще пару человек женщина и мужчина но он выходит и говорит так значит женщина сначала вы проходите потом вы мужчина потом вы я в смысле я бы я первый сюда приехал я здесь решаю кто первый приехал а кто не так бы слушай я горт еще такой борзый ты я бы ты кто такой то вообще я бы ты обычный охранник твои обязанности открывать и закрывать шлагбаум когда это требуется все я бы ты чё борзый то такое я бы я приехал сюда за полчаса меня это не волнует я хотел конечно охраннику сказать о и председателю сказать но разговор зашло за папу и мне как-то я забыл совсем не из головы но вот в этот раз когда я пойду гараж я я больше не терпеть не буду я скажу я пожалую с ними расскажу чудо у вас охранники такие это что это такой я возьму твою машину перекину за ворота это что это вообще за разговоры такие ты чё такой борзый что ли я не понимаю просто с такими людьми надо он видит прекрасно что я молчу и он себя так ведет а надо поставить себя поставить его на место показать себя кто есть кто я спокойный человек но до поры до времени я разговариваю всегда со всеми культурно вежливо но когда извините меня посылают нахер я с людьми разговариваю точно так же вот как я смотрю канал мпц игорь владимирович когда ему говорят юрист а чем не тыкните мгд я тебе буду тыкать потому что меня не уважение я к тебе не испытываю то что ты разговариваешь по-хамски ты самая настоящая хамлу вот здесь то же самое поэтому все больше уважения меня к нему не выпускаю еще раз только попробовать ничего нибудь сказать разговор будет по-другому я тебе смотри ну сейчас будет подляны делать какие-нибудь вот но я его предупредил я сказал не дай бог что я сказал вот так что с утра уже испортили мне ребят настроение это конечно трендец но папа еще давно и давно ему хотел высказать или по давай не будем скандалить ну зачем это надо ну а сейчас я понимаю что с такими людьми надо разговаривать по-другому вот поговорю я с старожилами гаража что в этой ситуации делать ну так себя вести конечно не хорошо так так вести себя не вот американец самый настоящий даже еще номера американские прикиньте классный какой смотрите это снизу они оставляют но там даже не америка там майами написано прикиньте это вообще кайфская тачка но она правда это двухместная по факту выпендриться можно поехал какой звук у него о слушайте ребята я бы если честно я бы даже и такой бы себе взял просто чисто даже на выставку или от по городу прокатиться выпендриться нам стоит наверно не ну хотя вот этот он недорого стоит он тысяч ну 600 на она будет стоить потому что во-первых не представляет никакой ценности это во-первых а во вторых него хрен где найдешь запчасти вот но с другой стороны если выезжать на нем пару раз то почему бы и нет просто если запорожец продаться надо думать что взять а хочется машину такую на которой можно выпендриться на жигулях ты не выпендришься потому что жигули еще много осталось вот москвич ну москвич можно но они что-то как-то не знаю я сыпется надо подумать короче говоря но хочется чего-нибудь вот реально типа такого интересненького надо посмотреть вообще сколько такие американцы стоит ради вот тот красный запорожец помните про который вам рассказывал а за рулем сидит дедок ну запорожец конечно зачуханный но он едет дедушка ездит все нормально запорожец а я на своем так и не выезжал больше ну и сейчас погода такая мокрая грязная не хочется там ничего пачкать плюс меня citroen задолбал он теперь перестал ехать потому что видимо датчик который идет от этого самого как он называется от глушителя снизу он весь прогорел и его даже там не открутить получается и там надо снизу все полностью менять вместе с датчиком по деньгам это выйдет очень дорого поэтому я не знаю я уже так он задолбал этот citroen я уже не знаю и не берет его никто ничего что доставка по кругу здесь катается 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 не знаю короче с ним делать я уже голову сломал просто берешь газу даешь вообще там видимо снизу все проржавело не знаю а может быть действительно сдавать этот каблучок в аренду но единственно найти человека в котором я реально буду уверен который будет там менять масло вовремя который будет заливать хорошее топливо который будет ездить аккуратный пусть он его делает ездит и делает за полторы тысячи в сутки а почему бы нет я считаю это нормально 10 дней 15 тысяч 20 дней 30 тысяч получается да и сколько там еще у нас 45 тысяч за месяц эта машина будет приносить если по полторы тысячи каждый день все в принципе а чё она вот вот смысл какой в нем я в нее вкладываю бабки а толком получается я на ней ничего не зарабатываю потому что заказа сейчас нет практически сейчас вот например даже если поехать и полностью переделать все снизу там глушитель вот это все это еще 1015 ну и зачем мне это надо до чего меня нет никакого если вы понимаете было бы были бы заказы и я бы на этой машине бы бабло заколачивал тогда вопросов нет я пошел бы полностью все бы и сделал а когда извините меня получается просто вкладываешь папки в эту машину а доход она не приносит минимальный тоже такое себе вот я думаю действительно сдать кому-то она опять же сдать в аренду страховку человек не вписан надо страховку получается делать не знаю короче ребят я уже всю голову сломал надо короче хорошо посидите обдумать потому что видите никто не берет на площадках этих даже никто не интересуется поэтому не знаю над подумать а там ребята футбол играет на стадионе я вспомнил свое детство когда я был маленький у меня брат играл там футбол вот а меня маленького коляске оставляли я в коляске спал они футбол играли это мне мама рассказывала я помню когда я маленький был на велосипеде уже ездил на был трехколесный велосипед я на нем катался и помню что брат у меня играл футбол вот но тогда еще все это было до военных действий 90 каком-то году и брат у меня был тогда совсем другой и вот эти вот все военные действия конечно поменяли человека от и до вон видите тоже соболь чувак ездит весь сгнил был еще год назад нормальным а сейчас он весь сгнил проржавел поэтому кто мне там писал что надо купить газель да или соболь нет ребята это не мой вариант потому что во первых ломается во вторых запчасти не все еще подходит там прикиньте на газели такая тему что оригинальные запчасти они не подходят ставишь китай нормально все ну и расход топлива огромный бензина жрет мама не горюй поэтому соответственно нет ребята мне такая машина не годится и вообще я вот хожу я до сих пор я иду я голову ломаю вот так что как-то так поэтому я у час иду и просто блин голубь ломаю чё делать понятно что надо сейчас уходить на новое место работы какое-то потому что сейчас по тарифу я говорю поэтому по малому тариф заказов нет но опять же говорю куда девать машину вот это самый главный вопрос бросить тупо ее на улице на парковке но тоже такое себе соответственно там начнутся потом еще какие-нибудь проблемы а если за ней если ей не заинтересуется вообще никто он ведь яндекс маркет катается вот вот они вот у нас заказы отбирают чего там приехал квартиру мат они ездят по квартиру забирают наши заказы а мы сидим и ждем грузовичков идти ну не знаю я думал об этом надо сначала вот с парнягой с моего подъезда поговорить есть вообще смысл весь идти в грузовичков значит надо отклеиваться соответственно разбрендироваться но опять же я говорю у меня машина в которой я не не уверен то есть если допустим по яндексу я мог в любой момент уйти с линии все то в грузовичков и он смотрите какая бандура вот на такую вы потянует категория цена вот а если тех блин а как здесь пройти то здесь грязище и его мою и получается что если этим грузовичков то там получается тема такая что если ты будешь постоянно так вот с линии сходить до с ломающейся машиной тебя пошлют на хрен вот поэтому тоже не годится поэтому все в машине если в машине был уверен другой вопрос и следовательно нарисуется следующий вопрос а как ты собираешься ее сдавать в аренду если ты не уверен ее просто надо доделать вложить в нее денег вот еще мне кажется надо вложить ну пружину поменять нищие сделать но еще тысяч пятьдесят туда надо вложить как минимум чтобы уже полностью все работало вот так как-то я такие деньги вкладывать туда ребят не хочу на что машина мне не приносит хорошего дохода если бы реально были бы заказы по яши и была бы работа другое дело опять вложить 50 тысяч идти в мифический грузовичков неизвестно заработая там что-нибудь или нет тоже такое себе вот я хожу ребята просто ломаю вот не знаю короче надо думать он товарищ уже есть уже на другом пижоне меня это я не оба по моему даются этим от два автомобиля и один и второй или не продай никто не берет вот у меня это кто на одном то на другом видимо там ремонтирует пока он идет у нее сервис там у человека есть вот эту машину сдает по полторы тысячи с получается в сутки но она тоже в таком состоянии в таком себе конечно не очень хорошим ну по крайней мере она приносит какие-то деньги